Всем привет! После пересадки фиалок наконец-то добралась я и до стриптокарпусов. Вот этот вот выглядит нормально, посмотрите. У него вроде как одна здесь розеточка, и я думаю, он будет уже цвести весной. Хотя вот этот лист, скорее всего, надо удалить, потому что здесь уже они процвели. Этот и этот лист, эти еще нет. Вот, да, вот тут вот эти листики еще не цвели, они молоденькие. Вот этот стриптокарпус тоже, в принципе, неплохо выглядит, но почему-то у него такие вот тонкие листья. Не знаю, может, это сортовая особенность, скорее всего, такая. Это ДС, забыла, как он называется, 1759. Ни разу еще не цвел, я не знаю, надо ли его делить на мелкие розетки или нет. Я дала ему горшочек, по-моему, двенашку, и ему я уже меняла грунт. И вот этот стриптокарпус, это у меня луна Клещинского. И сейчас я вам покажу стриптокарпус, до которого давно уже у меня не доходили руки. Это ДС Шейк, он цвел весной. И вот тоже сидит в двенашке, даже больше. Да, вот это, скорее всего, в двенашке, это в 14-м сидит. Он очень-очень весь зарос, то есть тут много-много розеток. И мы с вами будем его делить, потому что я так понимаю, что его уже, видите, какой горшок, надо омолаживать. Омолаживаем мы как? Убираем старые вот эти большие листья, делим его на несколько розеточек. Вот эти вот маленькие листики оставляем. В общем, давайте с вами что-нибудь придумаем. Итак, давайте смотреть, что у него с корнями. Ой, смотрите, он даже еще не все обвил. Ага, вот здесь, посмотрите, грибок. Ну, это такой не страшный грибок. Он бывает так. Давайте посмотрим. Да, смотрите, много здесь еще земли. Вот здесь несколько розеточек. Давайте просто с вами поделим. Вот. Ну, вот хотя бы так. Вот, кстати, хорошее. Вот этот лист я бы удалила. Он один раз цвел, этот тоже цвел. В принципе, их можно удалить. Хотя вот тут вот еще могут быть бутончики. Ну, вот это я точно удалю. Он мне мешается. Вот такая вот розетка. Пересадим его, наверное, в восьмерку. Хорошие тут, кстати, корни. Много их. Наверное, это мне грунт такой с грибком уже попался. Хотя я, мне кажется, фитоспорином уже проливала. Здесь у нас... Какие у нас тут старые листья. Давайте посмотрим. Вот эта вот розеточка. Я бы эти тоже разделила бы. Не знаю даже. Ну... Не знаю, как тут... Ой, отвалился. Не знаю даже, как тут делить. Давайте прям так. Как они делятся, так мы с вами и будем делить. Вот одна розетка. Вот это вот тоже, в принципе, старый лист. Можно удалить. И вот розетка. Это тоже огромный лист. Он мне мешается. И он уже, смотрите, он цвел. Давайте его удалим. Сейчас, конечно, набегут куча специалистов. Будут мне говорить, что я неправильно что-либо делаю. Или мое растение ужасно выглядит, чтобы я их не мучила. Ну, я на это не обращаю внимания. У меня мало что на самом деле гибнет. А корней, смотрите, мало. Так, получилось у меня три розетки, значит. Раз, два. И вот третья. Вот эти листы, в принципе, можно посадить. Но я не буду этим заниматься. Я их просто выкину. Потому что я не развожу их. Я попыталась как-то, но у меня эти деточки очень плохо растут. Поэтому я не развожу. Потом мне некуда их отдавать. Никто у меня о стриптокарпусах, из друзей, знакомых даже и не слышал. Поэтому вот, будем их с вами сажать. У этого даже побольше корней, чем вот у этого. Может быть, наконец-то цвести у меня будут. Потому что этот сорт плохо у меня цвел. Мало цветочков было. Вот тот луна, который я вам показывала, всю осень и всю лето цвел по одному, по два цветоноса. А этот как-то слабенько. Не знаю, может быть, и этот все-таки удалить страшный лист. Давайте-ка я и этот удалю. Говорят, что вот это нельзя оставлять, иначе оно будет гнить. То есть надо лист вместе с его корнями удалять. Ну ладно, я думаю, я думаю, все будет хорошо. Так, посажу их в горшочке и вам покажу. Восьмерки оказались слишком мелкие. Буду сажать в десятки. Вот, 10 сантиметров. И они хорошо помещаются. Ну, по крайней мере, вот этот поместится и земли туда досыплю. Ну, эти уж точно и меньше не надо, хоть и корневая маленькая. Не знаю, может быть, поменьше даже им дать. Да, получается большой, как бы он не замок. Ну, этот точно сюда. Вот так вот главное не заглубить шейку. Вот эту вот. Иначе он будет замокать постепенно, и нижние листья будут у него отгнивать. Оставлю себе пока все три. Мало ли какой погибнет. А потом, наверное, оставлю себе все-таки один. Потому что, если сажать несколько розеток не так густо, не так забито, но в один горшок, это нужно очень большое. У меня нет такого места, чтобы держать такой огромный-преогромный куст. Решила я все-таки этот с наименьшей корневой системой пересадить все-таки в девяточку. Хотя у него листья самые длинные. А то цветения я его точно не дождусь. Они же как фиалки, пока не заполнит весь ком земляной корнями, цвести не будут, соответственно. Так что, получился у меня один кустик лишний. Так что, кому надо, пишите, если что. Через пару неделек он лучше уже укоренится в земле. Напомню, живу я в Москве, и почты я не пересылаю. Раз уж я пересаживаю стрепсы, тогда я пересажу этот 1759. Просто поменяю ему землю, потому что горшочек ему еще вроде немал, и тут всего две, наверное, розеточки. Я думаю, омолаживать его еще не надо. Может, кое-какие листики старенькие удалю. Хотя он тоже мне ни разу не цвел, и не знаю, что значит старенькие. Ну, может, какие-то вот это, например, некрасивые. Вот с каким стрептокарпусом у меня не было проблем, так это с маргаритой. Я уж и делила его, и цвел у меня до зимы, и почти весь год, только последние месяцы не цветет. Сейчас покажу вам его. Вот он, моя маргарита. Посмотрите, видите, весь он в сухих палочках от того, что цвел. Видите, сколько было у него цветоносов? Я уже его делила, как я говорю, и детка даже цвела. И не разрастается он так быстро, как шейк, а то шейк прям за полгода разросся, просто ужасно. Этот пока омолаживать не буду, потому что если удалять все листы, которые цвели, тут ничего вообще не останется. Так что пусть растит новые листочки. Вот тут, скорее всего, свежая розетка и будет здесь давать. Давать. Вон, видите, уже есть даже зачатки, цветоносики. Нахапала я в свое время, год назад, деток и стартеров, и ожидала прям такой красоты, неописуемой от них. Но, к сожалению, у меня ничего не получилось с ними. То есть какие-то сорта цвели, ну, в общем, не то, что я ожидала. Все-таки им тоже нужна подсветка, а на светлом южном окне, вот какая хорошая корневая, на светлом окне им, к сожалению, жарко. Если фиалкам не жарко, то им плохо. Они не сразу вешают листья, и, в общем, приходится их вставить в тенек. Земля выглядит очень даже свежей. Может, не надо было ее менять? Хотя вроде как оплел уже все. Не знаю даже. Почему он не хочет у меня цвести? Меня еще, как я уже рассказывала, обманули. Это вот луна. Меня подсунули вместо другого сорта. И вот это тоже я брала у той женщины. Скорее всего, это тоже не то, что я хотела. Хотя тут вот тоже можно разделить. Может быть, он тоже забитый. Ну, как он может быть забитый, если он еще даже ни разу не цвел? И ему год, наверное, всего. Не знаю я. Некуда их ставить, если их делить. Так часто, каждый, не знаю, полгода, год. Не знаю даже, что с ними делать. Может, просто эти листы пообрывать. Жалко. Может быть, они ему нужны для жизни. А я ему возьми да оторви. С фиалками я уже на ты. А со стрепсами как-то так еще аккуратненько. Такие длинные листья. Не знаю я. Удалю-ка несколько. Вот раз. Еще один отломался у меня, отломился. Тут вроде как новая розеточка какая-то. Вот она. Вроде все нормально. Мне кажется, не забито. Не знаю. Специалисты. Я знаю, вы мне напишите. Забитый этот у меня или нет? Вот еще один лист обломался. Какая-то вот тут мелкая. Ну да, тут это можно поделить. Ладно, просто поменяю земличку. Хотя тут много вон ее, смотрите. Может, горшок ему тоже большой. Не знаю я. Буду списывать это на сортовые особенности. Вот такой красивый кустик. Жаль, что не цветешь. Раз уж я вожусь тут землей, посажу-ка я заодно и бальзамины. В смысле посею. Вот такие вот красные. Тут пять семечек. Возьму я вот такой контейнер с крышкой и сейчас с вами посею. Также замочила я семена в эпине. Уже не знаю, как их сажать. Кобея. Никак у меня в прошлом году не получилось с ней ничего. Она у меня не всходила. Я уже ее и морозила, и в кипяток, и эту стратификацию делала, и чего я только с ней не делала. И даже то, что взошло, потом все равно у меня погибло. Вот попробую замочить в эпине. Там оно, когда лежит в воде, такая сверху, как паутина снимается. Вот я все снимала, снимала ее и надрезала их. И дырочки делала вот в этой вот жесткой шкурке. Ну никак. Вот такие вот маленькие семена бальзамина. Я их просто сейчас сверху земли положу и присыпать ничем не буду. Вот положила я семена, если вам видно. Сейчас покажу. Вот одно, вот другое, вот третье, четвертое, где-то еще тут пятое положила. Семечко. Ну и все, накрываю крышкой. И вот такие семена еще буду сажать. В прошлом году я уже сеяла веронику розовую, а розмарин я не помню, сеяла или нет. В общем, это я сею в феврале, остальные уже в марте. Ну и сейчас покажу, как я подготовила свои трейлеры к весне. Продолжение следует...